Девушки отдыхают Оклахома. Известный американский каскадер, писатель и актер Джексон Бернс вместе со своим сыном Кори исследует лесистые холмы недалеко от автомагистрали. Джексон интересуется археологией и мечтает найти остатки древних поселений. Неожиданно он замечает в камне какую-то непонятную, по-видимому, металлическую структуру, которая имеет правильную круглую форму. Позднее выясняется, что она действительно состоит из металла, потому что притягивается магнитом. Джексон публикует статьи, пытаясь привлечь внимание к своей находке, показывает, снятое им видео специалистам. Геологи поясняют, что этот предмет напоминает оолиты, шаровидные или эллипсоидальные образования из карбоната кальция, окислов железа и марганца. Они попадаются в осадочных породах, но Бернса это не убеждает. Он сравнивает оолиты со своей находкой и обнаруживает, что она сильно отличается от них по форме. Но если это и правда металлическая труба, то кто и когда мог сделать ее? Никаких древних высокоразвитых цивилизаций в этом районе мы не знаем. Самое крупное древнее поселение в США находится на расстоянии более 700 километров отсюда, в штате Иллинойс, на берегу реки Миссисипи, напротив города Сент-Луиса. Это остатки городища североамериканских индейцев, которое называется Кахоке, группа из 109 курганов. Крупнейший археологический памятник миссисипской культуры, которая существовала с 7 по 13 век нашей эры. По данным археологов, Кахоке стала крупнейшим городом Северной Америки в середине 11 века, когда на 9 квадратных километрах началось возведение монументальных курганов. Центром комплекса является так называемый Монахов курган, высотой 28 и длиной 290 метров. Это четырехъярусное сооружение служило основанием для храма высотой 15 метров, который был виден изо всех уголков поселения. Как предполагают ученые, во время расцвета население Кахоке могло насчитывать до 40 тысяч человек. В местном музее можно увидеть реконструкцию быта и хозяйства древних людей. Индейцы разводили домашних животных и выращивали сельскохозяйственные культуры. При этом все известные археологам и этнографам виды Кахокской керамики вылеплены вручную с использованием примитивных технологий. Очевидно, что у них не было гончарного круга, так как не было колеса. Археологи не нашли здесь никаких металлических труб и ничего похожего на артефакт Джексона Бернса. Тогда кто же и когда мог изготовить найденный им предмет? Каждый год во всех концах земли археологи раскапывают многие тысячи артефактов. Самые интересные из них занимают место в витринах музеев. Большинство же отправляют в запасники. Иногда их меняют местами. Но есть и другого рода находки, которые никогда не показывают широкой публике. А специалисты предпочитают открыто о них не упоминать, почему это происходит. Один из создателей современного науковедения, американский профессор Томас Кунс, считал, что нормальная наука не ставит своей целью нахождение нового факта или теории. И успех в нормальном научном исследовании состоит вовсе не в этом. Сообщество специалистов может быть не готово к тому, что Кун называл научной революцией, и поэтому предпочитает не замечать факты, которые нельзя объяснить, исходя из господствующей на данный момент теоретической модели. В том же штате Иллинойс, где расположена Кахокия, были обнаружены камни, исписанные какими-то загадочными знаками. Принято считать, что индейцы Северной Америки вообще не знали письменности. Но самое странное то, что эти знаки из Иллинойса поразительно напоминают другие надписи на камнях, найденные на других континентах. Например, этот камень был найден во Франции, в департаменте Алье. Этот в Эквадоре. А этот в Колумбии, хотя считается, что у индейцев Южной Америки также не было письменности. Впервые эти письмена были обнаружены в 1924 году во Франции в Глазеле. Есть одно место, например, в Библии, где рассказывается, что до Вавилонского столпотворения все люди говорили на одном языке. И я думаю, что люди, возможно, когда-то действительно говорили на одном языке. Мы находили объекты в Южной Америке, которые очень напоминали те, что были родом из Европы, Африки, Северной Америки. И это были вещи, созданные 2000 лет назад. Это означает, что в прошлом были обширные контакты, и, возможно, даже существовала глобальная цивилизация. С этими находками связано множество историй, но, пожалуй, самая драматичная и поучительная из них произошла во Франции. 1 марта 1924 года в деревушке Глазель, которая находится к югу-востоку от Парижа, 17-летний Эмиль Фроден и его дед Клод Фроден Дюрантон вспахивают землю на своем поле, чтобы посеять овес. Внезапно ноги одной из коров, тянущих плуг, проваливаются в какую-то пустоту. Тут же сам Эмиль оказывается по пояс в земле и обнаруживает яму, стенки которой выложены кирпичом, а пол покрыт плитами из глины. На них лежат человеческие кости, каменные орудия и фрагменты керамики. Изумленный Эмиль находит человеческий череп, бегом несет его домой и показывает бабушке. Бабушка, глубоко верующая женщина, начинает кричать, что останки нужно придать земле там, где их нашли. Эмиль выполняет ее требования. А после эти простые крестьяне, ничего не смыслящие в археологии, с помощью кирки и лопаты начинают раскопки, надеясь отыскать древние сокровища. И, кажется, им улыбается удача. Они находят в земле древние кувшины. Крестьяне разбивают их, но внутри сосудов только земля. Искатели драгоценностей разочарованы. Они так бедны, так нуждаются в средствах. Но делать нечего. Крестьяне засыпают яму и снова принимаются сеять овес. Вскоре в Глазиль вместе с женой приезжает врач курортного города Виши, археолог-любитель Антонен Марле. Когда до Марле доходят слухи о необыкновенных находках, он договаривается с хозяевами поля и приступает к раскопкам. Именно благодаря Марле Глазиль вскоре становится известен всему миру. Доктор тщательно описывает все находки и посылает сообщения о них в газеты. Владельцы участка предоставляют доктору права публиковать свои статьи. Но сами артефакты остаются собственностью семейства Фроден. В течение нескольких лет Марле и Фроденам удается откопать более трех тысяч древних предметов – костяных и керамических изделий, кувшинов и ур. Особое восхищение вызывает кость, на которой выгравирована фигура северного оленя. Между тем эти животные исчезли с территории Франции еще в конце верхнего палеолита, в десятом тысячелетии до нашей эры. Рядом с гравюрой археологи-любители находят таблички с непонятными письменами. Неужели эти надписи такого же древнего происхождения? При том, что самые ранние образцы письменной культуры, известные ученым, датируются серединой четвертого тысячелетия и обнаружены далеко отсюда, на Ближнем Востоке. Доктор Марле советует Фродену выставить находки в отдельной комнате. Для этой цели он дарит ему старые деревянные шкафы и витрины, в которых и размещаются первые экспонаты необычного домашнего музея. Глазель находится в нескольких километрах от курортного городка Виши, и очень скоро сюда начинают приезжать любопытствующие курортники. Однажды музей Фроденов посещает даже король Румынии. О Глазеле начинают писать французские и зарубежные газеты. Сюда приезжают ученые со всего света. Они также изумлены находками доисторических предметов в этой местности. Каменные таблички ставят под сомнение аксиому о том, что родиной письменности является Ближний Восток. Известный специалист по истории письменности Рене Дессон утверждает, что первый алфавит был изобретен в Финикии в 1600 году до н.э. По версии же доктора Антонена Марле, таблички, найденные в Глазеле, были созданы еще за 5000 лет до рождения Христа. Возникает раскол в научных кругах. Историки Франции разделяются на глазелистов и антиглазелистов. Скептикам обстоятельства открытия кажутся весьма подозрительными. Таинственные, непереводимые таблички Глазеле не похожи ни на какие другие археологические находки, сделанные на территории Франции. Неразрешимые вопросы возникают и после знакомства с другими экспонатами выставки. В результате исследования изделий из кости и камня выясняется, что их обрабатывали стальными инструментами. И я не представляю себе, чтобы кто-либо до 1924 года ради удовольствия выгравировал на тысячах камней надписи на несуществующем языке, а потом разбросал по разным континентам, в надежде, что их когда-либо найдут и будут ломать над ними головы. В сентябре 1927 года на Международном антропологическом конгрессе в Амстердаме глазельские находки становятся предметом ожесточенных споров. Для изучения места раскопок и проведения дальнейших исследований создается специальная международная комиссия, состоящая из авторитетных археологов. Она прибывает на место 5 ноября 1927 года. Уже через месяц комиссия представляет сводный доклад. Она признает древнее происхождение лишь нескольких фрагментов из камня и керамики, а происхождение остальных артефактов ставит под сомнение. Рейнах и Марле добиваются создания новой международной комиссии. На сей раз в докладе от 14 апреля 1928 года группа французских и зарубежных археологов подтверждает подлинность находок и относит их к неолиту. Тем временем антиглазелисты решают прибегнуть к другим методам борьбы. Феликс Рено, президент французского доисторического общества, после посещения Глазеля подает в суд иск о мошенничестве, совершенном неким неизвестным фальсификатором. На следующий день полиция в сопровождении Рено врывается на ферму Фроденов. Избив молодого хозяина, полицейские взламывают стенды и забирают все находки. Затем эпиграфист Рене Дюсо подает в суд на Эмиля Фродена за изготовление подделок. Обвиняемого долго и безуспешно допрашивает следователь. Правосудие сначала принимает сторону антиглазелистов. 4 июня 1929 года на основе доклада приглашенных экспертов суд приходит к выводу, что таблички являются подделками. Затем Фроден подает встречный иск на Рене Дюсо, обвиняя его в клевете. В марте 1932 года суд оправдывает Эмиля и приговаривает Дюсо к штрафу за клевету. В 1936 году Морле решает остановить раскопки в Глазеле, чтобы оставить нетронутой часть района для будущих поколений ученых, которые будут применять новые методы исследований. На поле появляется табличка с надписью «Раскопки запрещены». Глазельское дело получает широкий резонанс. Его даже сравнивают со знаменитым делом Дрейфуса. Уставший от бесконечных споров общества уже не понимает, кто прав, а кто виноват. Однако большинство специалистов по-прежнему отказываются признавать подлинность находок и в научном мире побеждает мнение, что артефакты из Глазеля являются подделками. Со временем шумиха улеглась. И об этом инциденте, и о самих предметах попросту забыли. Однако, как говорил великий французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери, «Истина — это не то, что можно доказать, а то, чего нельзя избежать». Спустя ровно полвека, в 1974 году, артефакты из Глазеля вновь оказались в центре всеобщего внимания. При помощи нового тогда научного метода термолюминесценции, который измеряет накопление радиоактивности после первого обжига глины, была произведена датировка керамики, найденной в 20-х годах. Исследование показало, что артефакты из Глазеля относятся к разным эпохам, начиная от середины третьего тысячелетия до нашей эры, до Средневековья. Но главное, что они оказались подлинными изделиями древних мастеров, а не современными подделками. После такого долгожданного признания Эмиль Фроден продолжил раскопки на своем поле и нашел новые артефакты. 16 июня 1990 года за заслуги в образовании и науке Фроден был награжден Орденом Академических Пальм. Он умер в феврале 2010 года в возрасте 103 лет. Благодаря своему долголетию Фроден смог дожить до того времени, когда справедливость восторжествовала. Но что от этого поменялось? В науке споры о том, как интерпретировать и оценивать находки из глазеля, и поныне идут с такой же непримиримостью, как и 90 лет назад. Первоначально Марле датировал надписи пятым-шестым тысячелетиям до нашей эры. Но в 70-х годах 20 века их отнесли к 2500 году до нашей эры. Многие современные исследователи предполагают, что надписи были сделаны в период с 8-го по 2-й век до нашей эры, то есть относятся к гальской эпохе. Однако предметы из глазеля на самом деле не имеют ничего общего с довольно хорошо изученной гальской эпохой. Оказалось, что нет такой культуры, к которой их можно отнести, или историки просто ничего не знают о ней. Стройная академическая картина смены исторических периодов рушится из-за табличек с надписями, которые скептики считают всего лишь бессмысленным сочетанием непонятных знаков. Сегодня, как и в 20-х годах прошлого века, французский глазель по-прежнему остается полной загадкой. В науке эта письменность официально не признана, так как считается, что она состоит из нескольких различных видов письма, из рун, греческого алфавита, и имеет сходство с письменностью Ронго-Ронго, острова Пасхи. Поэтому официальная наука считает, что это подделка. Но я категорически против такого мнения. Такие же письменные знаки были найдены на камнях в Колумбии, в Эквадоре, в штате Иллинойц в США, в Глазеле во Франции, а несколько лет тому назад на юге Италии, в Калабрии, в Туркмении и даже в Австралии. Знаки на табличках имеют сходство также и с древнейшей письменностью, обнаруженной в долине Инда. Это означает, что примерно 6 тысяч лет назад на Земле могла существовать глобальная цивилизация, которая охватывала разные континенты и острова. Бывший президент немецкого общества лингвистики Курт Шильдман много лет изучал снимки камней из Колумбии, Эквадора и Франции. Ему удалось, как он говорил, не расшифровать, а дешифровать эти надписи. К сожалению, Курт Шильдман умер несколько лет тому назад, в возрасте 94 лет. Он великолепно владел 40 языками и издал книгу о расшифровке различных надписей, а также некоторые переводы этих надписей. У меня, слава Богу, есть один экземпляр. Он думал, что эта письменность имела некоторое сходство с протоиндийской письменностью из Махенджадара и Ронго-Ронго, иероглифами острова Пасхи. Он также считал, что она намного древнее, чем известная нам древнейшая письменность, и именно поэтому он назвал ее «Прото-санскрит». Клаус Дона – куратор арт-экспозиции дома Габсбургов в Австрии. За долгие годы работы он стал свидетелем множества феноменальных археологических находок, не поддающихся объяснению с точки зрения общепринятых исторических концепций. Ему приходилось видеть артефакты, существования которых современная наука никак не может объяснить. Читать книги на эту тему я начал еще много лет тому назад, и сам же был первым критиком подобных идей. Тогда я, по правде говоря, думал, все, что там написано, не могло существовать на самом деле. Затем, в 1997 году, я решил организовать выставку в Вене 200-300 таких предметов, что мне удалось сделать только в 2001 году. Таким образом, я начал свое расследование. Вместе с друзьями и родными я старался найти интересные артефакты в разных музеях мира. И в конечном итоге, за несколько лет поисков, нам удалось собрать сведения о наличии 356 подобных объектов, которые позже и были экспонированы на выставке в Вене. Клаус Дона стал собирать сведения о необычных артефактах и после длительной и скрупулезной подготовки решил представить их в экспозиции, названной им «Неразгаданные тайны». Мой хороший друг, директор музея, разослал письма своим коллегам по всем музеям мира. Он просил их согласия выставить эти объекты на нашей выставке 2001 года. И как вы думаете, сколько положительных ответов мы получили по поводу этих 356 объектов, хранящихся в разных странах. Только один, из Англии. А поскольку до начала выставки оставалось всего полгода, то все мои друзья стали убеждать меня оставить эту идею, так как казалось, что ее невозможно реализовать. Тогда я лично вместе со своим сыном и коллегами начал искать, и за полгода мы смогли собрать в Вене 470 экспонатов для этой выставки. Находки вызвали большой интерес у публики. Клаус Дона уже начал издавать книги о них. Собранные вместе, эти странные артефакты оставляют сильное впечатление. Они заставляют задуматься о том, как мало мы знаем о нашем прошлом. Эти предметы были найдены в Эквадоре. Большой нефритовый кубок и 12 маленьких нефритовых чашек. Все они разных размеров, но если заполнить их водой и вылить в кубок, то он будет заполнен до краев. Древние мастера смогли с удивительной точностью рассчитать вместимость предметов. На маленьких чашках есть номера, которые напоминают обозначение чисел у другого народа Древней Америки, майя, но их сходство неполное. Кроме того, на поверхности кубка можно увидеть прекрасно инкрустированные изображения созвездия Ориона и нескольких других звезд. Внутри кубка имеется сильное магнитное поле, в то время как снаружи оно не фиксируется приборами. Специалисты утверждают, что такого попросту не может быть, потому что если камень содержит намагниченные металлические частицы, он должен иметь магнитное поле, одинаковое с обеих сторон. Однако самое поразительное открывается наблюдателю, если посмотреть на эти артефакты в ультрафиолетовом свете. Декор из созвездий начинает ярко светиться. На маленьких чашечках четко видна инкрустация в виде чисел, сверкающих в темноте. У меня нет данных, что представление об ультрафиолетовых лучах существовало в прошлом. Для таких утверждений пока нет доказательств. Могу лишь сказать, что в Эквадоре имеется невероятное собрание объектов, на которых и есть подобные инкрустации. Например, маленькая нефритовая пластина со слабо светящейся спиралью неопределенного цвета. Но если на нее направить ультрафиолетовые лучи, то она начинает очень сильно сиять. Или пирамида с сияющим глазом. ее высота всего 27 сантиметров. На ней 13 рядов с очертаниями кладки и изображение глаза наверху, обычный цвет которого серый. Но если осветить его ультрафиолетом, то он начинает светиться ярко-желтым цветом. Эта пирамида выглядит точно так же, как знаменитая пирамида на однодолларовой купюре, которую иногда связывают с тайным обществом иллюминатов. Я думаю, что пирамида из Эквадора намного древнее. И вообще, пирамида с глазом представляет собой один из древнейших символов прошлых цивилизаций. Эта фигурка змеи также выполнена из нефрита. Она была найдена в том же месте, что и чашки, и, как это ни странно, изображает кобру. Кобры никогда не водились на территории Южной Америки, но это не помешало древним мастерам. На внутренней стороне у каменной кобры имеются 33 параллельные линии. Вероятно, число 33 имело для древних какое-то мистическое значение. А на обратной стороне находится инкрустированный рисунок очков, который бывает у некоторых видов кобр. Если поместить статуэтку под ультрафиолетовый свет, то голова кобры начинает ярко светиться. Отсвечивают также линии и точки инкрустированного декора. Имеется еще одна фигурка с такими же свойствами. Кто и как мог в далеком прошлом применять ультрафиолетовые лучи и для чего они могли использоваться? Многие находки, которые я видел, указывают на то, что в древности существовала технически развитая цивилизация, однако никаких следов не осталось. Нет никаких доказательств, что древние люди знали об ультрафиолетовых лучах и могли ими пользоваться. Мне рассказывали южноамериканские шаманы, что при употреблении экстрактов, изготовленных из некоторых растений, человеческое зрение до того меняется, что мы оказываемся способны видеть в ультрафиолетовом диапазоне. Правда это или нет, я не знаю, не могу утверждать. Для сравнения могу сказать, что примерно таким же образом может меняться цветовая чувствительность человеческого зрения после употребления наркотиков или каких-то психотропных препаратов. Эти предметы редко выставляются, их, как правило, держат в запасниках, а посетителям музеев обычно показывают лишь то, что поддается более или менее приемлемому объяснению. Но тем не менее, некоторые ученые-энтузиасты продолжают заниматься столь необычными экспонатами. Я сам был вначале скептиком, и поэтому отправлял эти объекты на научные исследования, что, конечно же, было непросто, поскольку большинство ученых вообще не хотели иметь с ними дела. Тем не менее, многие из этих артефактов были исследованы, и выяснилось, что среди них иногда попадаются и предметы, изготовленные в наше время, или бывают даже подделки, которые необходимо было исключить из экспозиции. Все это заинтересовало меня еще больше, и мне захотелось углубиться в историю этих объектов и начиная с 2001 года я нашел много таких артефактов, которые в науке все еще не получили объяснения. В Колумбии во время поисков объектов для выставки Клаус Дона познакомился со знаменитым колумбийским архитектором и индустриальным дизайнером профессором Хайне Гутьерресом. У него было хобби собирать вещи, которые являются загадками для науки. Среди них было множество предметов из ледита, весьма твердой породы камня, которую называют еще кремнистым сланцем. Ледит это черный кремень, почти такой же твердый, как гранит. У него плоская и слоистая структура. Это означает, что сегодня из этого камня было бы невозможно сделать такие предметы, объекты, которые были там найдены. Вот так называемые генетические диски из Колумбии, сделанные из ледита. Сегодня их невозможно изготовить из аналогичного материала. Это женская яйцеклетка, а вот в нее проник сперматозоид. А вот здесь отдельные сперматозоиды, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. Вот изображение зародыша в различных фазах развития. Здесь мужчина, женщина и ребенок. Но самое интересное то, что у них неестественно большие черепа и огромные глаза. И тут возникает вопрос, были ли эти люди такими на самом деле, или их изобразили такими с какой-либо сакральной целью. Здесь еще раз мужчина и женщина, но в сидячем положении. Из-за подобных изображений мы назвали эти диски генетическими или биологическими. Самое интересное, вот здесь это хорошо видно, что они имеют плоскую структуру. А это означает, что сегодня у нас нет технических возможностей сделать подобные предметы из того же материала. Вот как этот диск. Или взять хотя бы вот эту вещь. Это отлично сделанный образец инструмента из того же ледита. Но сегодня невозможно из этого материала получить вот такие вот изгибы. Дизайн тоже до того совершенный и так идеально подогнан к руке, как будто предмет является продолжением ваших пальцев, что и заставило нас предположить, что это медицинские инструменты. Вы сами можете увидеть на этом диске, что мастер, который изготовил этот объект, везде выдержал одинаковый уровень. И лишь здесь, на этом месте, у него не получилось. Тем не менее, он доделал его, и видно, что здесь он немного уже, чем в остальных частях. Это значит, что во время работы у него кое-что отломилось, но он все равно ее завершил. И мне непонятно, почему мастер, который смог изготовить такой шедевр, хотя мы не знаем, каким образом он это сделал, при этом изобразил мужчину, женщину и ребенка с такими большими черепами и огромными глазами справа и слева. Это, несомненно, один из вопросов, над которым мы еще долго будем ломать головы. Так как эти объекты из Южной Америки не имеют ничего общего с известной в этих местах и изученной доколумбовой культурой, то должен сказать, что им однозначно более шести тысяч лет. Какими бы удивительными не были экспонаты из музейных запасников или частных коллекций, есть и другие фантастические артефакты, которые настолько огромны, что не уместятся ни в одном музее мира. Большой сфинкс, который находится на западном берегу Нила, имеет длину 73 и высоту 20 метров. Если сравнивать его размеры с самой большой пирамидой в Гизе, высота которой около 140 метров, то по длине сфинкс короче ее почти в два раза, а по высоте в семь раз. высота знаменитой статуи свободы, расположенной у входа в гавань Нью-Йорка, от постамента до верхушки факела составляет 46 метров. Это меньше великой пирамиды почти в три раза. А самой большой скульптурой в мире на сегодняшний день, согласно всем справочникам, является статуя Будды Шакьямуни, высотой 116 метров, находящаяся в Мьянме. Однако на самом деле есть кое-что и повыше. В Западной Африке в Гвинее была найдена 140-метровая статуя женщины, по высоте равная пирамиде Хеопса. Эта статуя в виде женского полупрофиля из камня, высеченная прямо в гранитной горе, была обнаружена профессором Анджело Питони, итальянским геологом, который руководил алмазными разработками в республике Сьерра-Леоне. Тогда же он услышал легенду о принцессе, которая была наказана и превращена в камень. Ученый пошел по следам этой легенды и на границе с Мали увидел эту статую собственными глазами. Ему удалось сфотографировать ее. Итальянский геолог профессор Анджело Питони в молодости служил в армии и был командиром спецназа. Став ученым, он благодаря своему личному бесстрашию смог проникнуть в места, куда мало кто из европейцев рискнул бы отправиться. В своем интервью Питони уточнил, что загадочная гигантская статуя находится к северу от города Конакри, близко к границе между Гвинеей и Мали. Недостаточная изученность этого района пока не дает возможности найти ответ на вопрос, кто и когда был в состоянии сделать такой большой каменный памятник. Анжело Питони говорил, что статуя от ее основания до макушки имеет высоту в 140 метров. Она сделана из гранита весьма твердой горной породы. Там же на месте ученый обследовал сегменты камня и наслоение горного массива и пришел к заключению, что статуи предположительно более 11-12 тысяч лет. Неужели здесь когда-то была цивилизация сравнимая с древнеегипетской? Еще более удивительное заключение сделали эксперты. Лицо монумента явно не относится ни к европейскому, ни к африканскому типу. Оно напоминает черты коренных обитателей Америки и Азии. Установив, что возраст статуи от 10 до 12 тысяч лет, Анджело Питоне пришел к заключению, что ее могли сделать только представители какой-то давно исчезнувшей цивилизации, возможно, легендарной Атлантиды. Я думаю, что он прав, так как за последние несколько тысяч лет ни одна из известных нам культур в Западной Африке не имела возможности и вряд ли была бы способна высечь из гранита 140-метровую статую женщины. Мне кажется, что даже для нас сегодня это было бы очень трудной задачей. Питоне говорил также о пещерах в этом районе, где есть очень древние мумии, которые охраняются местными жителями. Прямо у подножья горы, где стоит фигура женщины, он взял пробы и, обследовав наслоение, как геолог сделал свои заключения о возрасте этой статуи. К сожалению, профессор Питоне скончался в 2009 году, и я не успел поподробнее расспросить его о методах исследования. Профессор Питоне находил в Африке и другие загадочные предметы. Когда он исследовал статуэтку какого-то животного, то услышал внутри нее странный шум, словно там был какой-то предмет. Ученый сделал рентгеновский снимок находки и увидел небольшую полость, а в ней что-то круглое. Когда фигурку вскрыли, то нашли небольшой черный шарик. Анализ показал, что это хромированная сталь. Но такой материал мы научились получать лишь в начале 20 века. Геолог был убежден, что сама статуэтка очень древняя, но после обнаружения стального шарика он был сильно озадачен. Однако вернемся к гигантским артефактам. Сейчас с помощью наших друзей и коллег мы осуществляем новые раскопки на Крите, в Греции и в Южной Африке. И мы поняли, что здесь тоже существовали древние пирамиды. В Южной Африке их даже три. Выглядят они как горы, но это однозначно пирамиды и напоминают три египетские пирамиды в Гизе. в последующие годы мы надеемся выяснить новые важные детали. В Боснии на окраине города Висака расположены возвышенности правильной треугольной формы. Причем одна из граней каждой из них ориентирована строго на север, как и у пирамид в Египте. Это так называемые боснийские пирамиды. В конце 90-х годов прошлого века была выдвинута гипотеза о том, что эти горы пирамидальной формы на самом деле являются самыми древними в мире пирамидами. Большинство ученых относятся к этой теории скептически и считают, что так называемые пирамиды Солнца и Луны являются на деле природными формациями. Профессор Семир Османажич из Боснии, которому в последние годы правительство на так называемых Боснийских пирамидах, в 2011 году опять получил разрешение и возобновил работу. Многие ученые, которые там проводили исследования, пришли к заключению, что речь идет не о горах, а действительно о пирамидах, созданных руками человека. Ученым на нашей Земле предстоит сделать еще очень много сенсационных открытий. 213-метровый холм Височица, на котором ранее располагался старый город Високи, действительно по форме напоминает пирамиду. Боснийский писатель и археолог-любитель Семир Османажич обнаружил там мощенные площади, туннели и внутренние помещения. Раскопки начались в апреле 2005 года. Причем Османажича упрекали, что именно из-за этого форма холма подверглась изменениям и стала напоминать ступенчатую пирамиду Майя. Сегодня мнения ученых о боснийских пирамидах настолько же непримиримы, как и в 20-х годах прошлого века, когда были обнародованы сведения о находках во французском глазеле. Одни называют это псевдонаучной сенсацией или даже мистификацией. Другие напротив уверены, что мы имеем дело с рукотворными и самыми большими пирамидами на Земле. Возможно, когда-нибудь все эти артефакты и маленькие и большие сложатся в новую единую картину прошлого. И в историографии древнего мира произойдет та самая революция, о неизбежности которой для любой науки писал в 70-х годах прошлого века американский профессор Томас Кун. Редактор субтитров Томас 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 Субтитры подогнал «Симон»